Мусорная реформа во всей красе. Буквально за несколько дней до Нового года Саров чуть было не утонул в отходах. Мусор вывезли буквально за несколько дней до праздника. Однако в 2023 году ситуация вновь повторяется. Вечером 11 января саровские группы в социальных сетях заполнили фотографии с мусорными контейнерами, которые не вывозили несколько дней. Утром 12 января ситуация практически не изменилась. Мусор вообще не вывозится. У нас в аэропорте вообще там страх. Скоро не только эти мыши и крысы все появятся. Очень плохо убирают мусор. Очень плохо. Очень-очень. Очень плохо. А где конкретно плохо? Ну мы считаем, что везде плохо вообще. В дворах и возле многоэтажек. В этом участке на аэродроме, то есть здесь на всех мусорках, в пожарной части. А это в какой-то промежуток времени стало происходить или вообще в принципе всегда? Ну особенно праздничный Новый год, а так вообще всегда разбрасывают. Приезжают, увозят на машине. Ну вот эта вот ситуация, это нормально? Нет, это не нормально. И как давно это творится? Это очень редкое, кстати, явление. У нас обычно всегда мусор убирают вовремя, а сегодня вот как бы вышел и мусор лежит. А вообще молодцы, убирают нормально. А вообще давно вот это вот? Нет. Да я сегодня первый раз вообще такое вижу, чтобы у нас мусор лежал и бочков не хватило. Ну просто праздники, скорее всего, мусор копили-копили, сейчас начали резко выбрасывать. Совсем не вывозят. А где? Вот Герцена 15, можете посмотреть. Шесть контейнеров, рядом стоит ящик, еще стоит мешок с мусором. Вот всю неделю не вывозят. Сегодня четверг. Это безобразие. На Курчатово, вот я прохожу мимо, Курчатово 32. То же самое, еще, в общем, весь город завален мусором. Полномочия по вызову мусора находится в компетенции регионального оператора ООО МСК НТ. Проблему вызвала нехватка исправной техники у компании. После многократных писем со стороны администрации Сарова вопрос частично решили. В город поступили дополнительные мусоровозы. Со своей стороны МОП-центр ЖКХ документально фиксирует ненадлежащее исполнение контракта для последующих взысканий с регионального оператора. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.